Каждого из нас тянет к красивым, ярким вещам, но если одному достаточно постоять рядом и сделать фотографию, то второй старается своими руками сделать что-то свое, оригинальное и необычное, как мой сегодняшний герой. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Андрей Трубин. Мой герой – человек брутальный и суровый. Он и не скрывает, что только самые талантливые и терпеливые способны работать под его началом больше двух месяцев. Я деспот и тиран, да. Ну, как все художники. Но заговорящей внешностью Андрея Трубина женский взгляд улавливает и другую сущность. Это очень целеустремленный человек, который не пасует перед сложными задачами, очень уважительно относится к нам, журналистам, и, поверьте, имеет право на свое мнение, пусть иногда и деспотичное. Попробуйте сами сделать хоть что-то подобное, и вы поймете, почему. Не будет никакого вот этого казачьего вечи, да, вот мы тут соберемся, все обсудим, примем хорошее решение. Нет. Я сказал, и все побежали делать. Вот только так вот. Глядя на любую из работ Андрея, кажется, что стать его соратником нереально. Особенно, когда узнаешь, для чего предназначен тот или иной объект и из каких материалов он сделан. Этот гриб всего лишь техническое помещение. Идея автора заключалась в том, чтобы показать, что строение может быть абсолютно любой формы. Не обязательно кубик, пресловутый квадрат или комната без острых углов. Ну, а что, он светится, там в домике кто-то есть. Это такая завлекалочка. Оно уже само собой подразумевает. А там что, кто-то живет, что изнутри заперся. А вот эти что, шмотки, пастирушки устроили или там как. История в работе, в скульптуре уже история. Об Андрее Трубине в городе говорят многое и разное. Но даже репортерская привычка во всем искать скрытый смысл и изюминки натыкается на прямые ответы без обиняков. Например, в отличие от многих талантов, он не считает, что сапожник должен быть без сапог. Если встречают по одежке, значит сам Бог велел держать марку. Как я могу заказчику объяснить, как у него все будет круто? Если у меня там нету ничего, да, я приезжаю там весь в рваных носках, да, на какой-нибудь убитой классике. Его принцип до безобразия понятен и тем еще больше обескураживает. Сложные задачи разбиваются на простые, простые на простейшие, те, в свою очередь, на элементарные. С такими справится каждый. Вы же не наденете на себя одежду всех цветов радуги или не своего размера, говорит Андрей. Человек с фантазией, чувством гармонии и руками, растущими из правильного места, свободно может стать востребованным художником. Если человек видит форму, как вот сделать вот это лучше или вот это лучше, материал, в общем-то, не имеет значения. И то, как я над собой работаю, это, в общем-то, тоже поиск формы. Может так сделать, а можно так. Может вот тут вот пришить, а может вот тут отрезать. Он один из немногих, кто способен на безумное творчество по чужому желанию. Например, все, что на этой территории является спецзаказом. Именно заказчик обрисовывает концепцию и уточняет детали. Они интересные, самодостаточные люди, они четко знают, что они хотят. У меня много разных заказчиков, и они действительно, они взрослые, они не самодуры, они сформировавшиеся люди. И он четко объясняет, что надо, как надо, почему бы и не работать. Идея с английским посольством была из цикла «Все флаги в гости к нам». Это хоть и русская сказка, но на то и сказка, чтобы постоянно удивлять. Это что-то необычное, по ногтюкам. Сбор таких вот необычных вещей. Вот это отсюда, вот это отсюда, вот это вот тут. И это позволяет разным людям, разным людям с их разными знаниями, с разными представлениями от жизни. К каждому находить здесь что-то свое. На этом месте могли оказаться и Мэри Поппинс, и Пятачок. Но знаменитый пират Флинт в очередной раз оказался непобедим. Даже попугаю место нашлось. Можно подойти, потрогать, да. В данном случае это бетон. То есть это не пластмасса, не пластик, это бетон. Вот идея такая была. Какие-то части металлические. Конечно, некоторые вещи больше интересны, некоторые меньше интересны. Но уровень мастерства позволяет делать все угодно работы. Андрей не из тех, кто ревностно скрывает секреты мастерства. Главное не знание, а умение их применить. Скорость работ зависит от материала. Каждый по-своему реагирует на влажность, температуру и постороннее вмешательство. Например, Флинт родился за полтора-два месяца. Металлический каркас обтянули сеткой, покрыли штукатуркой и раскрасили. Сам умею рисовать. Со мной еще работают очень много талантливых художников, которые замечательно рисуют и помогают мне во всем. Одна из помощниц его супруга – тот случай, когда не нужно долго объяснять конечную идею. Все ясно с полуслова. Хотя Андрей сразу дает понять – в его семье каждый играет в своей песочнице. И нервов меньше, и пользы больше. В творческой семье нормально жить. Работать в творческой семье сложно. Поэтому мы каждый в своей области. То есть практически стараемся не пересекаться. Карета под Кохламу – настоящее произведение искусства. С одной существенной оговоркой – это не музейный, а действующий экспонат, на котором можно не только сфотографироваться, но и прокатиться. Единственное маленькое неудобство испытает только лошадь. Все-таки объект тяжелый. Ну, естественно, я посмотрел много чего, какие есть, кто как делал. Таких не видел. В основе деревянный каркас, покрытый эпоксидной смолой. Плюс, конечно же, замысловатая ковка. Чтобы предусмотреть в такой внешней исключительно декоративной работе абсолютно практичные вещи, такие как систему руления и торможения, приходится самому осваивать массу смежных профессий. Очень сложно найти человека, пойти куда? В автомастерскую, мозг им вынести, чтобы они поняли, что ты им хочешь. Они сказали, что нам лучше 10 «Жигулей» разобрать, чем сделать, что тебе надо. Поэтому приходится осваивать какие-то вещи самому. Это касается многих направлений. Потому что надо какую-то железочку, какой-то железки приделать, привинтить, прикрутить, приварить. И пока я хожу объясняю, потом понимаю, что мне легче взять и самому это все сделать. Конечно, как человека с нестандартным мышлением, его огорчает любовь некоторых заказчиков к подражательству. Приходится каждый раз объяснять, что бум материалов на рынке происходит каждые 3-4 года. А значит, расширяются и возможности. Вместо как у всех можно получить эксклюзив. И летающие тарелки я строил, и замки строил, и динозавров строил, и вот домик на курьих ножках, и корабли сколько строил, кораблей сколько строил, вообще немерено. И этот арт-объект облюбовали пары молодоженов, которые как дети первым делом забираются в Скорлупки. Заказчикам повезло, говорит Андрей. Не так уж часто человек с деньгами и доходом готов работать над своим детищем. Даже во время интервью то и дело сновали отдыхающие с фотоаппаратами. И, наверное, впервые арт-объекты интересовали их гораздо больше, чем съемочный процесс. С художественной точки зрения мы можем там какие-то оттенки, полутона, о гармонии какой-то говорить. А с точки зрения вот именно эксплуатации, вещь должна быть яркой, выразительной, выпуклой, так, чтобы она кричала вот о том, какая она вот там, о, какая я. Подружки-матрешки тот случай, когда нарочитая яркость исключительно на пользу. Они яркие, они нарядные, они ждут в гости, они приглашают в заведение. Они видны издалека и, ну, сразу бьют по глазам. Сразу вот человек, как ворон, он видит, что яркое, сразу побежал туда смотреть. Самое главное, говорит мой герой, помнить, для кого работаешь. Если это частные владения и человеку в этом жить постоянно, главное не переборщить. А если развлекательный комплекс, то зрелища можно не жалеть. Люди для этого и приходят, причем комфортно должно быть всем членам семейства. От непоседливых малышей до взрослых. Андрей и сам многодетный папа. Вот только на своих особенно не потренируешься. С ними вообще все сложно. Они так, как с детства все это видят, они, я так понимаю, что они думают, что это у всех так. И поэтому им вот эти вот вещи, так им далеко. Конечно, тут необъективное мнение. Я как отец там начну вот это, конечно. Восхитительно, мои дети самые талантливые. А вот, кстати, посмотрите пример. Вот дети приехали и сразу бах и на карет полезли. Сразу же. Яркое, видно издалека. Ни на что больше не полезно. Карета. Это одна из последних работ Андрея Трубина. Она еще не закончена. Но о том, что это будет, а также как крупногабаритные объекты проникают в помещение через маленькие двери, причем тут математика и какой Андрей Трубин в кругу семьи, смотрите уже в следующей программе. Субтитры подогнал «Симон»!